Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван Ну и на канале Фолиота 37-я часть прохождения игры Ведьмак Мы находимся с вами в четвертой главе Темноводье, деревенская таверна И после того, как в прошлой серии мы отсюда даже не вышли Я так и хочу разбавить ваш взор, скажем так, кое-какими активными действиями И действия здесь будут действительно увлекательные Спешу заметить и отчасти даже каноничные в какой-то степени Каноничной книжке Так, тут у нас, во-первых, есть хижинка В которой сидит одна наша интересная подружка Но перед тем, как туда идти, давайте полтаем с окружающими кметами Я понимаю, пускай этот скопидом Гофман расстанется с парой монет, чтобы нам помочь Откуда взялись полуденцы? Полуденцы? Это такие полуденные демоны, которые появляются, когда солнце в зените Это даже дети знают Всегда рад узнать что-то новое Давно с неба не падали капли дождя Веет ветер, гонит листья и сухие стебли Полуденцы рождаются из жары, горя и пота пахаря Они танцуют на солнце и затягивают в круг неосторожных странников Еще ни один человек не пережил танца с полуденцей Они исчезают, когда солнце заходит И возвращаются, когда солнце снова высоко Спасибо за рассказ Да, как вы можете догадаться, у этого товарища мы выведали Кое-какую информацию о полуденцах, которые у нас появятся в бестиаре, друзья мои И здесь вообще очень много чего можно выведать у местного люда Рекомендую вам подходить и общаться со всеми На регулярной основе Даже если что-то не получается, кто-то не хочет с вами вступать в диалог То после перезагрузки локации они, что называется, перегружаются чуть-чуть И более изговорчивыми становятся Да-да-да Так, мы зашли в хижон Надо немножечко здесь, конечно, пошерстить Много полезного, как мы видим, можем найти Медвежий тот же самый жирок Который является высококачественной смазкой для меча А это Абигайл Приветствую тебя снова, Геральт Та самая из первой главы Приветствую тебя, Абигайл И так ты нашла себе новый дом Меня приняли с распростертыми объятиями Их знахарка умерла прошлой зимой Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет Ты ничуть не изменилась Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки От нее шерсть их коровы начинает блестеть На самом деле я изменилась Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился Почему ты не живешь в деревне? Ведьмы живут вне деревни Всегда так было Нужно с этим смириться Абигайл, помнишь пещеру? Геральт, кто старое помянет? Так, ну давайте посмотрим, что у нее есть в продаже Все это мы читали И в принципе к ней сюда можно возвращаться За ингредиентами Алкоголем и тому подобными вещами Ну, она нам еще понадобится по квесту Как минимум по двум, так точно Это контракт на зубы яги Но его мы выполним чуть позже Сразу будет бжеда, потому что яги и сука по ночам водятся А квесты здесь дневные Вот видите, бабушка перезагрузилась Можете ей поговорить Ведь макияют рассказы про чудищ, так ведь? Верно Я тебе расскажу все, что знаю про вампиров Но только скажи, есть у тебя что-нибудь поесть? Давайте дадим ей Курятины, например, можно едать Слушай хорошенько Берегись альпов Страшенных вампиров с острыми зубищами Тихие, как кошки Незаметно подкрадутся И потом щелк Вонзают свои клыки Они пробираются в дома Иногда прикидываются черными собаками И сосут кровь из спящих Альпов отпугивает искренняя вера Солнечный свет Обращает их в пепел Альпы еще убегают При виде девственницы Только где ж такую достанешь В наше то время Интересный рассказ Ну как вы можете наблюдать Бабулька тоже оказалась полезной И если у вас не было никакой информации О вампирах Я книжку уже прикупил Еще в третьей главе Мы уже с вами там ходили По вампиров Кто помнит Есть ли по флэдоров И там подобные нечисти Даже Альпу Альпу встречали одного В развалинах древних Но один квест я напоминаю Я не выполнил С Бруксой связанный Да, к сожалению Я проворонил его Там очень хитропоп Все было Поторопился я выполнять квест С Этой самой Как его С банком С ограблением банка И Увы и ах После того как этот квест проходит Это дополнительный квест Который дает И вин уже не выполнить Ну что ж Давайте сгоняем на поля Это новая локация Она тоже Будет ключевой В этой главе В свое время Чуть попозже Да и даже сейчас Она является Скажем так Густонаселенной И весьма примечательной И весьма кстати Обширной Своеобразной Так, ну что Давайте прочтем Что тут у нас написано В полях вокруг деревни города Колеблется на ветруга Золотые колоссия А живописные развалины Монастыря И небольшая хибарка Отширника Добавляют этому пейзажу Сказочную атмосферу Недавно эту идею Нарушили полуденцы И скалопендроморфы И аги Так, ну скалопендроморфов Я надеюсь Нам пока что не встретится Ибо это очень опасный враг Так, здесь у нас Также есть проход к берегу Сквозной Вот, что облегчит нам В принципе путешествие Через две локации Часть растений Для нас еще здесь не изведана Но к концу этой главы Я уверен Что мы здесь уже все выведаем Вот, поговорив И с местными жителями И кое-какие Выполнив задания А это новый монстр Под названием Балудница призрак Мы уже о нем знаем Еще помню Второй главы Я книжку находил У Зикрида В этом самом На посту Пылающие розы Они сволочи Умеют оглушать Вот, у меня еще Кстати Смазан меч После предыдущей Еще с предыдущей главы Смазан меч Смазка от призраков А они являются Как раз таки призраками Что весьма Весьма помогает Да не столько Быстрым стилем Серебряным мечом Они убиваются А вот он у меня Не прокаченный Я вообще вряд ли Его в этой главе Буду как-то Касаться Этот серебряный стиль Этот быстрый стиль Серебряного меча В смысле Вот, кому-то Эта локация По душе приходится Как-то таким людям Как мне, например Кому-то не очень Ибо она здесь Такая Из-за этих колоссев Порой бывает Ничего не видно Сложно сориентироваться Как дети кукурузы Вот Но это не значит Что нам ее не надо Оббегать Вот находим Один трупешничек У которого Много полезного Как минимум Старшая кровь Мы уже читали А еду я с собой Хочу взять Ну, книжечку продадим Ладно Невозможно точно спасли Гена Лара Доран Суда целых поколений Теряется во времени Картина Поискажается Линими Пошедшими От побочных Детей Намеренными Фальсификацией Историей Просто отсутствием Данных В большинстве случаев Старшая кровь Разбавилась И потеряла силу Более того Далеко не у него Всякого истока Магической силы Связанной с геном Лары Но те Немногие С которыми Все же Произошла мутация Обладают Удивительными способностями Не умеют путешествовать Во времени И пространстве Обладают Определенными Магическими умениями Но их дар Дикий И неуправляемый Он выдает себя Под влиянием Стресса Или сильных эмоций И удивляет Даже самого Обладателя дара История знает Случаи Когда такие способности Бросали человека С места на место И время во время Вот причем Брастов магов Постоянно наблюдают За детьми истоками И устанут Заботиться о них Да Такого являлась У нас и является Цирилла И такой же у нас Собственно Альвин Исток Так называемый В чьих жилах Течет Кровь Лары Дора Высшая кровь Ну да ладно Так Что у нас тут Геннации Очень полно Растет Тею Последователь догонна Тею Это у нас именной Кстати монстр Их здесь в этой голове Будет два Как можете догадаться Давайте сначала Лучше разберемся С полуденцей Смотрите сколько там Этих полуденец Две шастает Такие Полуденцы У нас разбираются Серебряным мечом А догонные Последователи Рыболюди Так называемые Они у нас Убиваются Стальным Серебряным Против них Неэффективен Практически Это еще хорошо Что кстати В этой части Я вот не помню Как насчет Второй Второго Ведьмака Поправьте меня В комментариях Если я ошибаюсь Но В третьей Так точно Оружие Имеет свойство Ломаться Выходить Из строя Вот Зазубриваться Ничего Можем так Выразиться Вот здесь К счастью Или к сожалению Этого нет Но я думаю На тот момент Разработчики Об этой Маленькой Детали Не задумывались Собственно Врываемся У нас еще Кстати Смазан меч Не знаю Правда Есть ли на них Этот токсин Вот Тею Этот Видите Лечит Скотина Нет Тею Это У них же еще Жрецы Просто есть Еще Зараз Не видно Полоски Жизни И Героят Неплохо Накручивает Правда По нам Урон Тоже Неплохой Проходит Так А ну-ка Давай Сдохнем Обычно Так его Сжигаем Я что-то Проморгал Был ли тут Этот жрец Водяной По-моему Был Вот и Голова Тею Собственно Забавно Такая Шапка У него На башке Прямоугольная Ну Благо Если эти Рубы Люди Пока что Нам не часто Будут встречаться Но У них Зато Интересные Ингредиенты Весьма Весьма Плюс Ко всему Прочему У жрецов Будут Попадаться Такие Ингредиенты Как Камни Из 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 По-моему Вот Они Тоже Если я Правильно Все Помню То ли В первом Ведьмаке То ли Во втором Так точно Пригождаются Для того Чтобы Склепать Какой-то Во втором Ведьмаке Там Просто Название Очень знакомое Я помню Я очень Долго Мучился Чтобы Насобирать Эти Камни Из Из Так Надо Немножечко Освоиться Блин Да Конечно Давно Уже Целая Пропасть Временная С того Момента Как Я первый Раз Проходила Первого Ведьмака В Одиннадцатом Году Или Вначале Двенадцатого Я уж Не помню По-моему В одиннадцатом Так Тут у нас Вивернута Собирается Она у нас Тоже Быстрым Стилем Убивается Но В принципе Ее Можно И Застанеть Хотя Обычная Вивернута Мой Уровень Позволяет На Них Аарт Пользовать Они Замирают А Быстрым Стилем Конечно Долго Убивается Зараза Так Здесь Тоже Одно Интересное Местечко Есть Ключевое Оно Потребуется Нам Для Основного Квеста И Для Второстепенного Но Перед Тем Как Туда Ити Надо Поговорить С Одним Интересным Персонажем Который Так Склеп Он Наход У нас Чуть Да Вот Это Отшельник Живет Он Тут В уголке Не здесь Прям Именно Я тут Так Забежал Посмотрел Нет Тут Как Хотя Были Они Уже Высветились У меня Подсвечивают Я Специально Оставил Подсвеченные Имена И Названия Предметов Чтоб Что-то Не пропустить Что Если Не Подсвечивать Только Вблизи То Можно Что-то Что Лежит Подальше Нашего Обзора Оббежать И Не Подобрать Вот Кому Это Может Не Нравится Что Это Все В Эти Надписях Но В Большом счете Меня Лично Это Не Напрягает Так Ну Что У них Тут Заборов Куча Понастроена Каких-то Витьеват Как Трасса Как Будет Для Гонок Лошадиных Курганы Какие-то Стоят Отшельник Вот На Улице И Дома По-моему Один Из этих Домов Можно Будет Себе Прикупить Вот Этот Самый Не Прикупить А Получить Награду За Выполнение Квеста Который Мы Сейчас У него Возьмем Так Я Сейчас Сохранюсь Вот И Нас Ожидает Весьма Длинный Диалог С Этим Товарищем Я Пока Помолчу Так Стоп Вообще У него Еще Спираж Можно Что-то Приобрести У него Кстати Очень Полезная Анин Рецепт Продается Который Совсем Забыл Книга Расамахи Я уже Читал Слизь Дагона Это Мы Не Будем Брать Потому Что Это Нам Дадут Награду В конце Этой Главы Большая Энциклопедия Минералов В принципе Вот Этой Можно Было Дорогие По 600 Рублей Стоит Так А Вот Рецепт Леса Морибора Нам Понадобится Он Это Очень Полезный Свиток Вкупе Вашу Энергию Количество Вашей Энергии Желтую Полоску То есть Ее становится В разы Больше Филин Ее умело Регенерирует Поэтому Всегда Рекомендую Ее С собой Носить Но Этим Мы Займемся Чуть Попозже Так Что У нас Еще Зелье Петри По Тоже В книжке Что-то Так Так Рецепт Леса Морибора В дневнике Появилась Новая Запись Давайте Почитаем Быстренько Прогни Фоборотня Лес Морибора Заметно Увеличен Максимальный Показатель Энергии В основном Его используют Возимаки Обученные Использованию Знаков Срок Действия Длительный Токсичность Средняя Согласно Старинной Легенде Этот напиток Раньше Делали Дриад Из леса Бракелон От них Формулу Переняли Друиды Мориборского Леса Которые Затем Передали Ее Своим Собратьям В других Уголках Мира Формула Добавлась И до Кайра Морхена Где Практичные Ведьмаки Начали Производить Эликсир Используя Ингредиенты Полученные Из трупов Чудовищ Еще Много Лет Назад Стало Известно Что Эликсир Задержащий В себе Шерсть Оборотня Способен Усилить Процесс Мутации В организме Ведьмака А также Обострить Его Инстинкт Хищника Противники Данного Эликсира Утверждают Что Из-за Его Ведьмак Сам Становится Чудовищем Именно Поэтому Широкое Применение Эликсира Давно Прекратилось Да и Достать Шерсть Оборотня Дело Довольно Рисково Да Так Ива Повышает Эликсира Улучшает Координа Содвижения И Сопротивляемость К повреждениям Принимать Стоит Перед воин Противник Который Может Оглушить Ведьмака Или Сбить Его С ног Масло Торнитозавров Это масло Еще иногда Называют Василисачья Погибель Это яд Смертельный Для всех Видов Рептилий И даже Василиски Ядовитые Сами По себе И потому Устойчиво К ядам Не могут Противостоять Клинку Смазанную Этим Маслом Росомаха Этот Эликсир Увеличивает Иносимое Повреждение На работе Только Когда Ведьмак Потерял Половину Здоровья Этот Эликсир Получил Яростного И агрессивного Зверя Не случайно Росомаха Открывает Потенциал Мутации Превращая Ведьмака В боевую Машину Ведьмаки Используют Эликсир Когда Уверены Что Знаки Не Помогут Им В бою Ики Кимора Это Мы уже Применили Маги Ренегат Открыли Это Что Нервы Кимора Королевы Позволяют Приготовить Сильно Действующий Эликсир Углубляющий Процесс Мутации В организме Ведьмака Эликсир Вызывает Имя Так Ну Это Мы читали Уже Еще В пещере Ну Что ж Я помолчу Пока Пускай Болтает Геральт С этим Забавным Товарищем У меня Есть Проблема Которую Я не могу Решить Чем Я могу Помочь Неподалеку Расположено Кольцо Друидов А в нем Статуя Богини Это Место Лучится Силой И привлекает Туда Множество Опасных Созданий Неудивительно Дикая Охота Начала Недавно Посещать Кольцо Ее Король Надеется Привлечь Души Воинов Которые Покоятся В курганах Рядом С моей Хижиной Я уже Имел Дело С Охотой Чем Я могу Тебе Помочь Я Хочу Чтобы Ты Убил Девять Призраков Девять Священное Число Для Друидов Возможно Появление Ведьмака На время Отгонит Короля Охоты В награду Я дам Тебе Книгу О Вампирах Подарю Один из домиков Или отдам Венок Из Бессмертника Конечно Я возьмусь Помни Король Охоты Опасный Противник И Ни Один Смертный Даже Ты Не Сможет Сразить Его В таком Случае Как же Мне Сражаться С ним Найди Корень Мандрагоры Около Курганов Возле Моей Хижины Он Поможет Сдержать Короля Охоты Просто Зажги Свечу Которая Стоит Внутри Круга И Окропи Пламя Мандрагорой Надеюсь Это Поможет Так Ну Давайте Соберем Раз Что Нам Предлагает Чтоб Потом К этому Не Возвращаться Пять Курганчиков На всех У них Лежат Корни Мандрагор Нам По-моему Два Или Три Требуется Всего Давите Два Но Остальные Нам Собрать Тоже Никто Не Мешает На Потоп Мало Пригодятся Либо По Сюжету Либо Для Какого Нем Деликсир Продолжаем Болтать Чем Могу Помочь Да Я Кое О чем Тебя Хочу Спросить В чем Дело Кто Лежит Под Курганами Которые Стоят Возле Твоего Жилья Это Могилы Рыцарей Которые Умерли В служении Владычицы За Много Веков Гавандер Защищал Ее Честь Против Рыцаря Черного Терепа Элевер Погиб У подножья Ее Алтаря В сражении С водной Тварью Могила Борса Символическая Поскольку Он Не вернулся Из Святого Странствия Последний Курган Это Рейнард Обычный Трактирщик Который Не Разрешал Посетителям Писать В озеро А кто Лежит Под Пятым Курганом Последний Курган Пуст И Ужидает Своего Героя Кто Лежит Под Курганом Эд Ты Ухаживаешь За Курганами Так Я Служу Владычице Ее Сила Велика Подли Курганов И Иногда По Ночам Можно Поговорить Со Сбранниками Владычицы От От Них Я Набираюсь Мудрости И Познаний О Делах Минувших Кто Такая Владычица Озеро Хоть Я И Служу Ей Она Остается Для Меня Загадкой Я Знаю Что Она Богиня Временами Я Вижу Ее Облаченной В Белое Грядущей Через Утренний Туман Ступающей Бусыми Ногами Поросистой Траве Она Тебе Нравится Я Люблю Ее Она Богиня Я Верю Что Владычица Не Из Этого Мира Таинственным Образом Она Влияет На Все Окрестности Защищая Живущих Тут Людей Даруя Им Изобилие Но Ее Влияние Незаметно И Она Никогда Не Демонстрирует Свою Силу Интересно Чем Могу Помочь Да Я Кое О чем Тебе Хочу Спросить В чем Дело Я Слышал Что Ты Хорошо Знаешь Легенды О Святом Граале Ты Ищешь Святой Грааль Возможно Сперва Мы Должны Поговорить Ты Должен Знать Что Легенда О Святом Граале Изучалась Много Веков Ее Интерпретировали И так И этак Уверен Что Ты можешь Подбить Для меня Итоги Ключевые Факты О самом Граале Скажем Три Теории Говорю Уже Их Сотни Но Хорошо Три Так Три Классическая Теория Которую Я полагаю Более Истинной Теория Заговора И Наконец Самая Загадочная Философская Или Мистическая Теория О какой Рассказать Расскажи мне Классическую Хороший выбор. Слушай, Грааль – это чаша, могущественный магический артефакт, значение которого неизмеримо даже для самых могущественных чародеев. Чаша обладает силой исцелять все недуги, отравы и раны, и боль обратится в силу. Одна из версий также гласит, что в руках истинного правителя Грааль может исцелять всю его страну и защищать ее обитателей от опасностей, чудовищ, катаклизмов и так далее. Звучит похоже на баллады Лютика, не хватая только любовной истории. Тот, кто изопьет из этой чудесной чаши, исцелится, окрепнет, обретет просветление и постигнет истину. Продолжай. Рыцари веками искали Грааль, но ни один не смог его найти. Даже благородный Лансел и храбрый Борс не справились с этим поиском. Я слыхал, что даже великий магистр ордена Пылающей Розы интересовался волшебной чашей. Есть какие-нибудь конкретные указания? К сожалению, я знаю только то, что почерпнул из книг. Расскажи теорию заговора. Ее распространил некий Дэн Куричневый. Он начал с того, что выдвинул хитро закрученную теорию о происхождении самого слова Грааль. С трудом продравшись через несколько страниц его книги, мы узнаем о том, что это на самом деле сангреаль, что на старшем наречии обозначает королевская или священная кровь. Затем, привлекая огромное количество сомнительнейших аргументов, Дэн Куричневый приходит к выводу о том, что Грааль – это на самом деле потомки пророка Лебеды. Продолжай. Теория пытается представить бурную и извилистую историю Сангреаля, но автор сам теряется в своих доводах и часто противоречит сам себе. В общем, все превращается в полную бели-берду. Хватит генеалогии, генетики. Чует мое сердце – это ложный путь. Какую теорию мне пересказать теперь? Расскажи о философско-мистической теории. Хм... Это непросто. Но общие положения таковы. Грааль – это идея, общая концепция добра. Поиск Грааля – это ничто иное, как обычное стремление к совершенству, поиск идеала. Любопытно. Грааль лишен какой-то конкретной формы или образа. Он разный для всех. Это может быть предмет, идея или открытие. Это может быть даже поиск правды о самом себе. Эта теория гласит, что поиск святого Грааля – это цель сама по себе. Результат уже не так важен. На что ты намекаешь? Я служу владычице, и я прозорливий, чем ты думаешь. Я знаю, что ты вернулся в мир живых и смерти, вероятно, в поисках чего-то. Но это не мое дело. Но помни одну вещь. Какую? В конце твоего странствия Грааль может оказаться совсем не тем, что ты вначале ожидал найти. Спасибо тебе и прощай. Че? Да, я кое о чем... В чем дело? Что ты знаешь о Дикой Охоте? Это группа безумных призраков, которые скачут по небесам в поисках душ, подобных им. Они чувствительны к магии, особенно ритуальной. Это все, что мне известно. Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем дело? Что делает венок из Бессмертника? Тебе он может пригодиться. Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем дело? Почему владычица озера так скептично настроена в отношении поисков Грааля? Многие прекрасные рыцари отправились на поиски Грааля, отвергнув свою роль хранителей мира и справедливости под водительством короля рыбака и владычицы озера. Теперь король рыбак онемел, а рыцари все ушли. Я думаю, что владычицы очень одиноко. Но она же богиня. Одинокая богиня. Ты даже не представляешь, насколько одинокая. Думаешь, богиня не может быть одинокой? Боги же создали нас по своему образу и подобию. Так, ну что, вроде бы все. Длинный диалог подошел к концу. От него мы узнали. Ну, почему интересно. Так, ну вроде все, да. Больше никаких активных нет. Спасибо. И про священный Грааль, который поможет нам потом сладычице озера кое-что предпринять, скажем так. Ну что, давайте подождем ночи, друзья мои. Сейчас я еще раз сохранюсь, чтобы потом, если что, не возвращаться. Сейчас нас ожидает весьма и весьма сложная битва. С дикой охотой. Да-да-да. Там появляется этот призрак. И если корни мандрагора эти вовремя не положить, они... Эти призраки... Ну, король дикая охота вас просто загрызет за 2 секунды. Так. Что мне надо? Масло от... Так-так-так-так-так. Сейчас я... Ингредиенты, которых у меня поменьше, которые не содержат... Вернее, ингредиентов, которые у меня побольше, либо которые не содержат доминантов. Так, отлично. Подниму масло от призраков мы сделали. Ну, чтобы сейчас его еще раз задействовать, что мы сейчас отдыхать будем до ночи, и у нас масло пропадет. Так, и надо сделать лес Морибора. Так, стоп, а лес Морибора, блин, а там не написано, что она высококачественная? Эта перцовка-то краснолюдская. Хе-хе, забавно. Но так или иначе дает. Для этого эликсирует вам требуется высококачественная основа. Какой лучше, наверное, не знаю, негреда. Кребец у меня там стоит. У нас негреда. Эфир. Блин, я, по-моему, выложил. Эфир-то снегреда, блин. Или стоп, нет, на языках утопс уже есть. Еще и на лепестках этих есть. Геннации, по-моему. Так, 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 сейчас, ребята, я просто немножечко так... Да, вот, все, отлично. Ну, его пока я сделаю один. Немножечко побольше, попозже. Заготовим их поболее чуть-чуть. Давайте прям до полночи помедитируем. Очков для распределения у нас пока нету. Мы с вами только болтологию производим. Последние пару частей. Поэтому... Так, новые запись в неке. Поля. В полях вокруг деревни-городы. Так, удивительно, сколько старинной магии еще осталось в этих землях. Тут стоит друидский круг, с помощью которого ведущие могут измерять время и, согласно некоторым теориям, предвидеть будущее. Какая красота. Так, ну все, корни Мандрагора у нас вроде есть. Так, сюда мы, по-моему, не зайдем. Да, здесь заперто. Я все пытался, думал, что это лачуга-отшельника. Но на самом деле нет. Так, давайте подготовим сейчас. Смажем. Смажем и выпьем, как говорится. Так, кошка нам здесь не понадобится, поэтому пьем филина с альбедо, чтобы уменьшить интоксикацию. И волга нам тоже не поможет. Вот лес в моребору поможет. И ласточка, в принципе, тоже поможет. Так. А у меня больше нет ласточки такая, которая отдельно лежит. Рафарда белого. Мы, кстати, сейчас надо тоже нам будет подготовить, потому что они коцуют, просто будь здоров, они оглушают. Геральт очень долго находится в состоянии в таком перманентно оглушенном, поэтому зелья Рафарда белого, и за это время они просто очень сильно сплевают по ходу. Зелья Рафарда белого, в принципе, нам здесь может помочь. Так, единственное, у него дохренища интоксикации. И с нынешним уровнем даже альбедо не спасет. Ну, конечно, такие Рафарда белого я, по-моему, без альбедо делал, который у меня сейчас три штучки, эти пузырька висят. Бомбы я убрал, чтобы не перепутать, а то я все время путаю 5-6, нажимаю нечаянно. Когда в пылу боя это происходит, можно ненароком ошибиться и бомбу бросить, вместо того, чтобы в уличестве прилетает ночная виверна или виверна, кому как удобно. и сразу давайте ее лишим иллюзий. Подожжем кривопопа. Видите, что делает? Тоже у меня немножечко каким-то макаром кровопотери, по-моему. Да, это было? Ну, она у меня быстро закончилась. Я чересчур под спидами нахожусь. Так, все, убил. Круг шагающего огня. Это нам тоже сейчас поможет. Усиливает наш знак Игни. Так, мяско виверное возьмем тоже, кстати, нам пригодится. Еще мясо виверное в этой голове, друзья мои, предупреждают сразу. Так, вот привидение уже здесь. Рекомендую тоже сохраниться, ибо, я здесь признаюсь, не с первого раза это все дело прошло, потому что они, зараза, очень активно начинают прессовать вас. Выманивать их по одному, в принципе, смысла никакого нету. Можно, если... Я решил сразу пойти в атаку, видите. Здесь поможет вам действительно лес Морибора и Филин, потому что активно придется пользоваться знаком Игни. Меч против них очень как-то... Работает. Кстати, два удара, восемь дырок. От меча они, зараза, уворачиваются. Причем неважно от какого стиля, от группового, от быстрого, силовой вообще полезен. То есть не попадете ни за что. Вот, в принципе, вот этот вот фаллического вида камушек с характерным кругляшком, наконечником наверху. Ну, он, конечно же, лицо символизирует собой, а не то, что вы подумали. Он поможет нам, в принципе, против них выкручиваться, обходить. И как-то так из-под угла давать им огня. Но, видите, все равно энергия очень быстрая у нас. Так, ну-ка, давай-ка ты. Оп! Оп! Так, первый убит. И после того, как вы первый круг убьете, быстренько пользуете алтарь корень Мандрагора. Видели, появился, да? Король Дикой Охоты. Правда, едва ли его заметить можно было. Но пока, блин, мы укладывали этот корень Мандрагора, нам уже просто успели таких люляторов накатать. Вот, хорошо, что знак Игни, он еще, помимо всего прочего, поджигания еще и отталкивает. Вот все, видите, они меня окружили, застанели и просто начинают прессовать. Мне сейчас каким-то просто чудесами удалось выжить. Вот. Очень так же спасает вас здесь маневрирование. Поэтому бегайте, не стесняйтесь, отталкивайте вот их Игнями. И вот сейчас как раз неплохо бы использовать Рафферда Белого. Я его, конечно, использовал, но пока, блин, он на УПИЛ стоял, что, в принципе, логично, я уже успел, опять же, выхватить тут двушечек, понахватывать по мордасам. И ни хрена меня это, короче, не спасает. Лучше подальше отбегать, выпивать и продолжать бегать, а не стараться с ними бодаться. Вот это вас спасет. Маневрирование только. Вот знак Игни и маневрирование. Поэтому запасайтесь, повторюсь, еще раз энергией. Так, все, я схватил очень много токсичности, из-за этого Геральт начал себя хреново чувствовать. И это тоже делать не рекомендуется. Видите, зараза, он у меня еще в состоянии. Я, правда, благо, быстро очень вышел из его оглушения. Геральт ослабляется очень здорово. Видите, он становится медленным. Попасть вообще перестает в кого-то попадать. И урон у него падает от оружия. Благо, знак Игни еще сохраняется. Быстренько кладем еще один корень. И это последняя, собственно, последняя волна призраков. Так, немножечко я подлечился. Господи, выхвати меч. Да, очень такая нервотрепочная схватка, друзья мои. Как вы видите, да, прям подходит. И за секунду, за секунду вам двушечку прописывают. А Игнями ты так тоже не наколдуешься, потому что энергии мало. Даже при использовании Филина и Леса Морибора. Но ничего, когда у нас будет с вами прокачано... А в этой главе уже я постараюсь прокачать до пятого, как минимум, уровня выносливость. Вот, потому что в скором времени нам уже дать что-то выдавать золотые таланты. По достижению левелапа, друзья мои. Да, мы уже с вами матерыми ведьмаками скоро станем. Так, ну, в общем, так вот, нехитро, да. Но... Эффективно. Ферно, зараза, меня ведь он оглушил. Отбегай, Геральдино. Вот, кстати, встал и все, и намертво. Просто херачит без промахов, по-вам. Конечно, если прокачать у ворот на ветке ловкости, то все может бодрее быть. Но при оглушенном Геральдино, конечно, это вряд ли поможет вам. Все, добиваем наконец-то. И один из самых сложных квестов в этой голове, друзья мои, выполнен. Он реально один из самых сложных, если вообще не в игре один из самых сложных. Ну, самый сложный, конечно, будет бой с Кащеем. Но для этого нам еще далековато. Это будет в конце игры. Вот там будет на два всеоружие туда вступать. На то задание. Но повторюсь, пока об этом рано. Пыльцу смерти собираем с... Так, белый мед, кстати, сейчас можно выпить. Он нейтрализует последствия интоксикации. Но также уберет все полезные эффекты. Собственно, как и задумывалось изначально. Так, не забываем собирать остатки оставшиеся. Ну, у нас есть рыбка, которая почему-то не сработала. Курятинки можно съесть. Рыбку давайте съедим. Она, правда, не бог весть как поможет нам. Но для того, чтобы добежать до Друида и сдать квест, хватит. Вполне, я думаю, дорожка проторена. Даже очередная виверна, которая там отспавнилась, пока мы тут дрались с этими бармаглотами. Не будет, в общем, на нас нападать. В принципе, сейчас ночью можно было бы на Як бы охотиться. Но на них мне пока стремновато. Правда, признаюсь, ничего сложного они никакого из себя не представляют. Единственное, что, конечно, физ. атака у них неплохая, если окружат. Но они редко толпами ходят, там по две, по три. В основном, в единичном варианте. Так, ну что ж, и где у нас отшельник? Отшельник у нас в своей хатке. Хатку эту мы еще не посещали. Заодно сейчас можно будет все дело у нас облутать, осмотреть, что у него тут полезного есть. Так, спит товарищ. Старшая кровь. Только что мы, по-моему, и читали. Старшая кровь в этой голове. И все, боже, к сожалению, ничего у него тут лутать. Не представляется возможным. Давайте болтать с ним. Книга о вампирах содержит сведения об альпах бронхи. Руксах, Фледерах и Гаркайнах. Если ты выберешь дом, он будет служить тебе убежищем, а также местом, где ты сможешь хранить вещи. У меня есть и венок из бессмертника. Легенды приписывают ему разные необычные свойства. Я возьму венок из бессмертника. Он твой. Обращайся с ним осторожно и используй, когда будет нужно. Благодарю тебя. Также возьми этот мешочек с освещенной солью. Носи его с собой, и он отвратит от тебя призраков. Иногда это может пригодиться. Ну что ж, друзья мои, поздравляю вас с выполнением квеста. Получили мы венок из бессмертника. Он нам потребуется для одного из главных квестов сюжетных в этой игре. Немножечко он не возымеет того эффекта, который на него возложен, но об этом чуть позже, когда будем выполнять. И также вот мешочек с солью, доп. награды мы получили. И на нас теперь не будут нападать призраки и полуденницы, друзья мои. И это тоже хорошо, потому что в этой игре, я бы в этой главе не сказал, что их прям очень много, но будут попадаться и иногда с ними связываться геморрой. Сыграем в покер с товарищем. Он не является, по-моему, квестовым, но денежку с него содрать интересно будет. Так, сходу у меня сразу что выпадает? Выпадает мне сходу сет. До фулл хаоса не дотянули чуть-чуть. Ну, я думаю, брат, он сдастся здесь. Ну, лучше две кубушки бросить, чтобы попробовать такие коры. Ну, выпадает то же самое. Вообще, как-то в этой главе очень туговато у меня с костями получается, признаюсь я честно. А этому говноеду фулл хаоса выпадает. Господи, ты, Боже мой, да? Ну и ладно. Так, что, у меня две тройки всего ваши? Товарищу выпало две пары. Ну, есть возможность еще здесь что-то накидать. Хотя бы сетик, он лучше, чем две пары. И мне выпадает писюнь. А ему опять фулл хаос. Пожалуйста! Стабильный список мастерства. 520 аренов просрали. Ну, ладно, можно отыграться. Благо здесь. Так. Две четверки. Великолепно. А у меня две тройки. У нас получше пока что. Видите, ставка 168, это подсчитывает коэффициент отыгрыша, так называемого. Ну, чтобы хотя бы в одну и ту же сумму выйти. Так, у нас две пары. Шестерки на четверках. У товарища. Ничего. Отлично. Ну, у него пара. И еще один раунд осталось за нами закрепить. И, возможно, мы даже в плюсе небольшом будем. Пара у меня сет. Что будет он сет? А, он даже перестал, блин, не добрали. Он чуть-чуть был. У меня там, по-моему, 517 или 515. Оставило 505. Ну, ладно, ничего страшного. Копеечная арена. Еще 10 раз тысячи отобьются они у нас тут. Так, ну что ж. По поводу домика, кстати, я не знаю, стоило бы его брать ради хранения вещей. Как вознаграждение. Учитывая то, что этот квест, который Винок Бессмертника, личноватый в этой главе. Но об этом мы поговорим чуть позже, друзья. Моя, я на это хочу попрощаться. Тыгайте большой пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Фэллиот. Всем большое. Пока. Когти по доспеху, в пещерных сводах заблудилась эхо. В темноте лишь искры, для взгляда их движения слишком быстры. Первый натиск сдержал, не отступи ни на шаг. Продин монстры, клинком острым, белоголовый фельдмак.